Особое мнение на 101FM Ну и кстати говоря, между прочим, с возвращением Тут на сайте Хакирова, в разделе анонса Где есть возможность нашим слушателям задавать вопросы нашим гостям Тебя и спрашивает Сергей Я буду читать, надеюсь, что слушатели поймут с первого раза, а не как я с пятого Ну даже я со второго Сергей пишет Зададут, наверное, много вопросов Меня один вопрос интересует Вот пёрплы, которым я неравнодушен, возродились и до сих пор выпускаются Цепы, которым вы неравнодушны, одноразово взбодрились Особое по какому пути? Во-первых, о чём тут речь идёт? Речь идёт, я так догадался, что это, видимо, Сергей, которого я знаю Если это он, то Сергей, привет Да, он на самом деле очень любил всегда депёплы Я всегда любил Led Zeppelin Это пёрплы и цепы Да, это пёрплы и цепы И что в отличие от депёплы и Led Zeppelin Сыграли один хороший концерт в 2007 году И больше решили Старыми своими костями на сцене не трясти А просто мирно заниматься своими проектами Что касается особой газеты То тут я пока сказать ничего не могу Одно могу сказать, что она пока ещё жива Она ещё пока дышит В том году она вышла 7 раз И вполне вероятно, что будет востребована И в этом, на это я надеюсь Поэтому как бы вот Ну это единственное Да, это факт такой, что это единственная, скажем так Необщественная должность, которая на данный момент у меня осталась Поэтому меня вот так и представили Да, но мы прекрасно помним особую газету И не вижу ничего плохого А только хорошая, если она возродится не как Депёрплы И не как Цепы Ну да Так, а мы обсуждаем публикацию Которая буквально вчера вышла в Коммерсанте ФАС «Россияне переплачивает за ЖКХ более чем два раза» Заголовок этого большого материала Речь идёт об интервью, который дал глава федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в программе «Позняков» на телеканале НТВ И он там довольно яркие и резкие заявления делал Одно из них звучит следующим образом Граждане в большинстве своём, по большинству коммунальных позиций Давно переплачивают больше 100% себестоимости И все эти разговоры, что мы какие-то там убогие Не доплачиваем этим коммунальным монстрам Это всё чушь собачья Сказал он, цитата ТАСС Ну так что ж, я думаю, что большинство россиян И без Игоря Артемьева догадывались о том, что не всё в порядке в этом королевстве Дело в том, что меня удивило ФАС Как бы федеральную службу по тарифам ФАС как бы взял под себя несколько лет назад Видимо, потребовалось нашим антимонопольщикам довольно-таки длительное время Чтобы прийти к довольно очевидному выводу Это действительно так Об этом в общем-то и раньше многократно писалось Но проблема возникает в том, что вот эта переплата идёт на совершенно законном уровне То есть когда люди начинают разбираться, почему они дважды платят за одну операцию Которая совершается на наших ТЭЦ Условно говоря, когда получается перегретый пар, который крутит турбину Пар, значит, отапливает наши дома А турбина вырабатывает нам электроэнергию То есть затрата идёт на одну операцию Мы платим на две операции Если посмотреть федеральный закон об электроэнергетике Там эти операции разделены И то есть при всём понимании того, что мы платим уже в два раза больше На самом первом этапе выработки этих ресурсов Оно ни к чему не приводит Потому что по закону так оно и должно быть Вот поэтому очень много таких моментов в различных прочих законах И так как они, видимо, надо полагать, создавались под совершенно конкретных людей В своё время, что для России не ново И эти совершенно конкретные люди, которые планировали заниматься этой отраслью Они вносили вот такого рода небольшие, незначительные вещи Которые ни специалисту не понять Мы пришли к тому, что мы пришли Артемии вправ, мы платим очень много Кроме того, он в этом же интервью, он очень так активно ссылается на то Что большинство вот такого рода нарушений проходит на уровне муниципалитетов Совершенно верно Он говорит, что он даже назвал это тарифным хулиганством И сказал, что это происходит в большинстве своём на уровне местных властей И органов местного самоуправления Вот, а так как эти органы у нас к государственным не относятся И федеральная антимонопольная служба имеет довольно-таки мало рычагов на них воздействия То они этим активно пользуются Совершенно недавно, вот мне довелось смотреть материалы одного арбитражного дела Оно ещё не закончено, я не буду называть конкретные места, скажем так Но это имеет в виду посёлок, крупный довольно-таки посёлок Кировской области Где тоже у жителей возникли вопросы по тарифу на теплоснабжение Там причём интересная история Этот тариф был в сфере довольно-таки высок И приехала глава района и сказала, что мы готовы вам пойти навстречу Мы можем добиться снижения тарифа Но для этого надо перейти на местные виды топлива Поэтому тот человек, который, вот скажем, до этого вас отапливал Это дрова и торф? Опилки в данном случае Опилки? Опил, да, речь шла об опиле И что вот у нас есть предприниматель, у которого лежат горы опила И он попадает под нарушение природоохранного законодательства А мы давайте сделаем так Вот этот предприниматель, вот он возьмётся, будет вас отапливать Вот этим вот опилом, который у вас тут захламил весь посёлок Соответственно, затраты будут снижены, тариф будет снижен Догадайся, с двух раз, снижился ли тариф после этой всей истории А они всё-таки ввели вот это отопление опилы? Да, то есть они перестроили котельную на местные виды топлива Но понимаешь, вот этот опил бросовый, который лежал, да, и который нарушал природное законодательство Вдруг оказалось, что он имеет цену А так как у этого предпринимателя не только, вот как бы она взяла на себя обязанности по отоплению посёлка У неё ещё своя пилорама, которую этот опил вырабатывается Предприниматель? Да, но это разные юридические лица, да, то есть, условно говоря, здесь ИП, здесь ООО Соответственно, теперь ООО покупает у ИП вот этот вот опил, который нарушал природоохранное законодательство, да Но только уже за довольно-таки крупные деньги И при этом, соответственно, тариф, он не только не снизился, он ещё и поднялся А котельную уже перестроили А котельную перестроили, да Более того, когда стали разбирать схему вот этого теплоснабжения этого посёлка, да Оказалась очень интересная вещь Вот понимаешь, я сейчас прямо скажу, к чему приходят люди, если это всё изучить нормально Главе района выгодно, чтобы тариф был высокий И как так? Почему? Очень просто, потому что основные потребители тепловой энергии – это здания муниципальных учреждений Соответственно, они из районного бюджета, получается, оплачивается их содержание Да, вот то же самое, то же самое тепло По большому тарифу, да Этот тариф попадает к ООО, который находится в очень хороших отношениях с главой района Понимаешь, это превращение муниципальных денег в частные В чём заинтересованы в данной ситуации глава района и, соответственно, предприниматель Понимаешь? И я думаю, что это вряд ли частные случаи такого рода истории Они довольно распространены, потому что, во-первых, мы знаем примерно, как устроены наши муниципалитеты Как люди там приходят во власть То есть они обычно представляют какие-то местные бизнес-группировки, да? Ну, не только в муниципалитетах, везде, на всех уровнях практически Ну, скажем, там это более видно, потому что там меньше хозяйственных субъектов Все друг друга знают Чаще всего это либо родственники близкие, либо дальние, как было в Настинском районе, где вообще просто там сын, жена и так далее Либо вот какие-то люди, которые финансировали твоё продвижение во власть, да? И теперь надо, условно говоря, с ними рассчитаться, но они тебя тоже не забудут И вот таких схем очень много Соответственно, получается, что чем больше район тратит на отопление, тем выгоднее лично главе района И тем более выгодно вот людям, которые привели её во власть Ну, вот сейчас Игорь Артемьев, о котором мы уже говорили, глава ФАС Он сказал, что служба подготовила законопроект об основах тарифного регулирования Сейчас он проходит согласование в правительстве Это практически революция будет такая в тарифном регулировании, нет? Я надеюсь, что надо, конечно, посмотреть, во-первых, этот законопроект А главное, просмотреть, какие правки будут в него вноситься по мере его прохождения через Государственную Думу Потому что, как ты прекрасно понимаешь, в Государственной Думе довольно много людей Которые именно представляют интересы вот этих крупных энергетических компаний Кстати, крупные энергетические компании Артемьев назвал коммунальными монстрами Это тоже такое резкое достаточно обозначение этих компаний Не начинается ли с этих заявлений какая-то борьба вот с этими коммунальными монстрами? Ну, по идее, эта борьба должна была бы начаться, скажем так, ещё лет 15 назад Вот когда происходила вот эта история с разделением энергетических компаний Да, вот когда возникли вот эти небольшие, некрупные сначала ТГК Потом они все монополизировались, появилось несколько очень крупных объединений Типа тех, которые обслуживают сейчас Кировской области Это на самом деле получились люди, которые используют, на мой взгляд, да Они воспринимают наш регион, скажем, как место для получения денег Просто тупо, да, вот этот регион нам должен платить столько-то денег Если начинается какой-то сбой, то мы повысим тариф Если начнётся что-то ещё, мы ещё повысим тариф Вот, то есть это люди, которые просто выкачивают деньги из регионов Поэтому такое определение, как монстр, да, здесь вполне, мне кажется, приемлемо Надо сказать, что здесь же в Коммерсанте есть ссылка на другой материал Он довольно свежий тоже, от 7 марта Энергетики злоупотребили с населением Коми Яркий такой коммерсанский заголовок Вынесен приговор по делу о необоснованных тарифах Сыктывкарский городской суд приговорил заместителя директора компании Республиканская сетевая компания Сергея Комаровских и Ольга Машкину К реальным срокам заключения обозначат, что в результате их деятельности регион потерял 168 миллионов рублей То есть пошли серьёзные сроки и с тарифами стали разбираться очень серьёзно Мы знаем, что совсем недавно ОНФ отчитались по своему исследованию по тарифам за мусор по всей стране Это тоже коммунальный тариф, кстати Кстати говоря, и где Кировская область с их тарифами не в лучшем виде показана Не знаю, каковы результаты вот этой проверки и заявления, как они сказались на тарифах на наших по мусору У тебя есть какие-то сведения? Эти проверки пока никак не сказались на тарифах на наших по мусору Я не уверен, что даже скажутся, потому что здесь всегда идёт встречное движение Условно говоря, когда кто-то говорит, что тариф завышен, тут же появляется эксперт, который говорит Да нет, вы на самом деле платите очень мало И вот если посчитать сейчас по такой правильной формуле, то вы будете платить в полтора раза больше Это обычная история, это было всегда у нас Ты, может быть, даже помнишь, когда у нас торжественно сначала, скажем, ещё была когда не ФСТ, ещё до оригинальной службы по тарифам Не помню, как называлась эта организация Я возглавлял Вячеслав Тарсунов Он всегда говорил, вот к нам пришли энергетики, и они требуют, чтобы вы платили 10 рублей за 100 киловатт-часов Или там, неважно, да? Но мы добьёмся того, что вы будете платить всего 5 Понимаешь? А энергетики после этого говорили, что в результате вот такой политики они, собственно, не могут вкладываться в сети И поэтому сети у нас гнили И при этом надо ещё отметить, что вот эти пятени в два раза уже превышали то, что на самом деле должны были бы получать энергетики Понимаешь? Здесь то же самое, когда нам говорят, что мы платим мало за мусор Кто-то скажет, нет, ребята, вы платите много за мусор Кто-то скажет, нет, ребята, вы платите слишком мало Мы будем требовать, чтобы тариф подняли, там, ну, сколько мы сейчас платим, там, у меня за квартиру 140 рублей получается, да, за небольшую Значит, вы будете платить 280 Всех нас напугают А потом скажут, нет, ребята, это была шутка, вы будете платить всего 180 И мы скажем, ой, как хорошо Прервемся на полминуты Николай Голиков, это его особое мнение, вы слушайте Продолжаем разговор В программе «Особое мнение» Николай Голиков Главный редактор Овецкой особой газеты И раз уж мы заговорили про мусор, то снова сошлёмся на доклад Общероссийского народного фронта Там неоднократно были процитированы И ещё раз подчёркнуты слова президента Который обозначал, что конкретно заложено в мусорную реформу А говорил он прежде всего об экологии То есть мы должны прийти к тому, что мусор не выбрасывается, не захоранивается, а перерабатывается А во-вторых, говорили о том, что реформа Имеется в виду, что основную нагрузку по строительству всей инфраструктуры по работе возьмёт на себе бизнес, инвестор А не бюджетная составляющая Там как раз в Кировской области не очень хорошо выглядит, потому что у нас бюджетная составляющая Очень велика Я просто внимательно читал материалы совещания, которые проводил Владимир Путин в 2013 году И когда, собственно, стартовала эта реформа Там, на самом деле, во главу угла была поставлена экология В первую очередь, речь шла о крупных промпредприятиях О том, как сделать, чтобы они не причиняли вреда экологии И решить вопрос по вывозу, утилизации и переработке Именно по переработке главного мусора Во-вторых, там, конечно, речь шла о тарифе в том числе Потому что, как бы, он сказал, что высокие тарифы делают невыгодным дальнейшее продвижение мусора в переработку Потому что тем, кто перерабатывает, он уже доставаться будет довольно-таки дорого, да? Потому что, получается, высокая цена мусора Вот, он как раз предупреждал, что тариф не должен повышаться Ну и в-третьих, он главное, о чём говорил, что главная задача реформы — привлечь деньги, привлечь инвесторов То есть должны прийти инвесторы, которые... Не бюджетные Нет, именно это уточнялось Должны прийти внешние инвесторы, которые вложат свои деньги на условиях, там, которые будут прописаны в законодательстве И потом, в течение, там, определенного срока будут их возвращать, ну, вполне нормальная себе практика Вот, у нас же, вот, в Кировской области получилось как Что у нас изначально тут та организация, которая пришла на должность регионального оператора У неё вся её экономика рассчитана на то, что она будет получать деньги с населения, там, из бюджета, из федерального оператора И за счёт этого что-то когда-то делать Хотя это, мне кажется, вообще в корне противоречит той идее, которая была заложена То есть мы платим, а, тариф, плюс бюджетные деньги, а это деньги налогоплательщиков, наши деньги Мы платим несколько раз Вот, и вместо того, что когда приходит инвестор, условно говоря, вкладывает там те же полтора миллиарда рублей Строит мусоросортировку, строит мусоропереработку какую-то, да И начинает уже работать по полному циклу и зарабатывать по полному циклу Мы имеем, что пока идёт только сбор денег И даже на уровне, извини, контейнерных площадок вопрос ещё по области абсолютно не решён Да и не только по области, и по Кирову, по близлежащим с Кировом, там, деревенькам и поселениям Вот А всё остальное у нас, говорится, будет когда-нибудь Там до 2025 года у нас начнётся раздельный сбор мусора Вот этих вот обещаний, да, за которые никто на самом деле не отвечает Да, в 2025 году об этом все считают, что уже забудут, да Ничего этого не будет, потому что, ну, вспомни то, что говорили там в пятом, в восьмом году Там в десятом году, как мы будем жить через пять лет Ведь за это тогда ещё не было закона против фейковых новостей По большому счёту все люди, которые вот такого рода делают заявления, их надо По этому закону не они будут отвечать, не представители власти, а те, кто её будет критиковать Хотя, да, хотя должны бы привлекаться они тоже самое здесь То есть вместо того, чтобы получить на самом деле коммерческую структуру, которая готова вкладываться в этот бизнес Это бизнес, и бизнес выгодный, как мы видим по примеру других стран Мы имеем в виду, мы получаем ещё одну вот такую же, о чём мы говорили, организацию, которая будет воспринимать наш регион как некий источник денег Скажи, пожалуйста, почему тогда, когда чётко и ясно всё, что заложено в программе, сказано и самим президентом Мне неприятно, но, к сожалению, вот всё, что касается денег и проектов и так далее, обязательно должно маркироваться словами президента Но если даже президент сказал, что это должны быть частные деньги, а не должен расти тариф То наши чиновники неоднократно на любых пресс-конференциях в этой студии говорили, что как только мы допустим частника, сразу тариф взлетит Дело в том, что это такое же заявление, ничем не обоснованное, не подкреплённое Вы допустите частника, и мы посмотрим У нас ведь, между прочим, работает довольно много частных крупных компаний Если брать другие сферы, да, не только ресурсоснабжения Ресурсная компания у нас тоже работают частные в Кировской области Т-плюс, ККС, это всё частные компании У нас работает невероятное число частных компаний в сфере связи И ты знаешь, когда появляются несколько частных компаний, между ними начинается конкуренция По связи мы имеем в виду снижение тарифов ежегодное, понимаешь? Как раз вот именно снижение тарифов мы получаем Вот поэтому это всё голословные заявления, они рассчитаны на то, что человек просто испугается Он боится у частника с его аппетитами, да? Вот он испугается и здесь На самом деле, это та отрасль, куда как раз частника нужно пустить об этом Ну, а то, что говорит президент, к сожалению, у нас Как в испорченном телефоне Он всё равно не узнает, он далеко и высоко Всего он, по крайней мере, не узнает, это точно Да, переходим к следующему вопросу Он тоже очень такой животрепещущий Ну, во-первых, Министерство строительства Кировской области Озвучило большие планы о ежегодном росте ввода объёмов жилья Каждый год, когда выступает Министерство строительства, они ставят планы по повышению объёмов вот этого самого сданного жилья Но в то же время Руслан Бондарчук, министр строительства Кировской области Докладывает и о том, что объём нереализованного жилья в Кировской области Составляет чуть более 40%, чуть более Почти половину составляет нереализованного То есть мы, я не очень понимаю, поясни ты мне, пожалуйста Ты лучше соображаешь в экономике, я не очень понимаю Зачем строить такие объёмы жилья и наращивать ежегодно Если почти половина жилья не реализуется Ну начнём с того, что строить, вообще строить Не обязательно жильё, да, строительная отрасль, она довольно-таки широкая В неё входит много чего Строить, это вещь необходимая для любой экономики Потому что, ну, как это известный факт, что один строитель обеспечивает работу И 11 людей из смежных, скажем так, отраслей, да, условно говоря Вот, поэтому если остановить строительство, то остановится половина экономики Останавливать стройку нельзя Другое дело, что, ну, ты говоришь, порядка 40%, да, два года назад сумма была порядка 60% Нереализованный Да, нереализованный был Чуть раньше, вот когда, помню, 14-15 годы были Вот Это вопрос уже другой То есть здесь нужно подходить не с точки зрения, нужно нам строительство, либо нет Нужно находить какие-то схемы, по которой это жильё могло бы быть либо продано Либо каким-то другим образом начинало приносить доход Схем этих довольно-таки много У нас почему-то, вот с самого начала, почему-то решили, что в России должно быть 140 миллионов собственников, да Вот никаких других форм, только собственник Вот либо ты купил жилье, либо ты живёшь на улице Вот, ни в одной стране мира я такого не заметил, на которое ссылались, да, половина американцев живёт в съёмном жилье Совершенно нормально, спокойно, так же точно, как в Советском Союзе Но ведь регулярно возникают эти разговоры о доходных домах, о сдаче жилья и о том, что это нормальная там мировая практика Однако, почему не прорастает это на нашей жизни? Даже дело не в мировой практике, этот рынок существует, да, этот рынок есть, он очень обширный рынок Загляни на любой сайт, где идёт очень активная сдача жилья Очень много людей, которые просто живут за счёт этого, да То есть это обширный теневой рынок Есть вполне нормальные способы, как этот теневой рынок сделать выгодным для государства и, главное, для строительных компаний Потому что главные пострадавшие получаются у нас строительные компании Если они не продали вот эти вот 40% своего жилья, то они обязаны его содержать, тратить на его содержание свои деньги Которые они уже не могут вложить в дальнейшее строительство А так как мы только что говорили, что тарифы у нас не уменьшаются А растут А растут, плюс добавляются новые вот тоже содержания жилья Вывоз мусора, который сейчас появился, да, вот представив на эти 40% жилья Наложится вот эта плата за вывоз мусора У нас же платье с квадратного метра в городе Зачем они тогда строят-то с избытком, когда не могут реализовать? Я не понимаю тогда этот бизнес То есть получается оставшаяся половина жилья, которое они продают, с лихвой покрывает то жилье, которое простаивает? Она не покрывает с лихвой, понимаешь, в том пределах Она позволяет вот это Есть вот крупные компании строительные, которые просто не могут остановиться, как говорят, они слишком велики, чтобы упасть, да Им нельзя, их нельзя ни закрыть, ни остановить, ничего, потому что это будет катастрофа в масштабах региональной экономики, условно говоря Представь, если у нас КССК перестанет строить, я прошу прощения у КССК, это просто крупная компания Я совершенно не желаю им того, чтобы они прекращали работу, так же, как и каким другим компаниям Остановить это невозможно, потому что это сразу возникает, я даже не знаю, какой вал, да, вот такой для экономики То есть они должны строить, а все остальное должно быть строено так, чтобы вот их продукция получала сбыт Поэтому здесь уже вопрос к властям, как наладить сбыт этой продукции, потому что вот возможности ипотеки на данный момент, да, они довольно-таки ограничены Более того, в таких областях, как наши, вот я недавно читал исследование, управила банковская группа Тиньков Тиньковская группа, она называется Тиньков ипотека, это аналитические у них ведомства Они проанализировали порядка полумиллиона заявлений за 2018 год, которые были поданы на получение ипотеки И по разным причинам разобрали, где было дано согласие, где был дан отказ По разным причинам, по разным регионам, по возрастным группам, по социальным группам и так далее И в том числе по региональному разрезу Кировская область попала в тройку регионов, где чаще всего люди получают отказ в получении ипотеки 22% всего получают одобрения 22%, 78% получают отказ Да, если сравнить с Москвой, где как раз 78% получают одобрение, а 22% получают отказ то можно понять, что у нас ипотека, она упирается в нечто, да? То есть у нас, видимо, вероятнее всего, конечно, регион недостаточно состоятельный для того, чтобы люди выглядели в глазах банка надежными заемщиками. Поэтому именно всякие случаи отказывают. Если посмотреть данные по нашим заработным платам, так, скорее всего, и есть. Потому что здесь же, опять же, реорейтинг, по-моему, рассчитал, что сейчас в Кировской области для того, чтобы нормально получить ипотеку и нормально при этом жить, нужен доход, совокупный от членов семьи, более 50 тысяч рублей. А если, опять же, взять другое исследование... Но у нас официальная средняя зарплата по Кировской области. 26 тысяч рублей, да. Так и получается 2 человека 50. Это официальная средняя зарплата, Свет, она очень сильно разнится от той, которую имеют люди, которые нуждаются в жилье. Те люди, у которых денег много, они могут купить жилье без ипотеки. И, вероятнее всего, если кому-то из них нравится ипотечная схема, они давно это сделали. А та часть людей, которые не могут себе этого позволить, да, у нас, ну, посмотри, сегодня же исследование по зарплатам учителей. У нас порядка 30% учителей получают зарплату в Кировской области меньше 15 тысяч рублей. Вот семья учителей. Какая им ипотека? Откуда им ипотека? Хотя им в первую очередь жилье нужно. Вот. Именно молодым, молодым людям, специалистам, подвижным все. Вот. Соответственно, эта ипотечная схема не работает. Предлагают снизить ставку по ипотеке. Но это, опять же, говорю, сработает только на определенный сегмент людей. Поэтому нужно какое-то другое решение. Оно есть. Вот я говорю, тот же огромный рынок арендного жилья, он почему-то государством совершенно не исследуется и не осваивается. Хотя те же строительные компании могли вот эти пустующие квартиры, которые очень неизвестны. Сами сдавать. Потому что понятно, что, смотри, вот даже вот дешевая ипотека, да дешевое жилье, оно обычно находится на окраине города. И, как верно говорят, я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. Потому что, если ты выезжаешь на окраину, тебе нужен автомобиль, тебе нужно что-то еще, третье, четвертое. Очень большие затраты по обслуживанию этого жилья. Соответственно, бедный человек, опять же, туда не поедет. Но на условиях аренды, скажем, хорошей, нормальной, ну вот я не буду приводить там в пример советскую, просто вот в саму формулу, да, социального найма жилья. Она прекрасно работает. Она прекрасно работает в районах, когда приезжают специалисты, получают квартиру по социальному найму. У военнослужащих, мы же здесь, помнишь, обсуждали. Да. Прекрасная совершенно форма. Там человек либо получает жилье по социальному, либо получает просто деньги, на которые он может нанять это жилье. Таким образом, очень многие предприятия, вот за счет развития этой системы, могли бы решать вопрос кадровый. Потому что сейчас предприятие, то, что раньше могло сделать, предложить человеку жилье. Сейчас у предприятий своих строительных организаций нет, а рынка съемного жилья тоже официального нет. Да? То есть, правильно я делаю вывод, то есть, объемы строительства увеличиваются. И мы рапортуем, но доступное жилье не становится. Оно не становится доступным, потому что отсутствует разнообразие схем приобретения этого жилья. Прервемся на полторы минуты. Это программа «Особое мнение». Его сегодня высказывает Николай Голиков. Особое мнение на 101FM Да, действительно, программа «Особое мнение» в эфире. У микрофона Светлана Занько. О свое особое мнение высказывает Николай Голиков, главный редактор «Вятской особой газеты». Вот, раз уж мы заговорили об учителях и о зарплатах, то не могу не вспомнить вчерашнее «Особое мнение». Здесь в студии был Анатолий Михайлович Чурин. И он рассказывал о том, что вот сейчас губернатор Кировской области, который возглавил рабочую группу при Госсовете Российской Федерации по образованию, он предложил ему, как своему советнику, написать аналитическую записку. Самыми смелыми, как сказал губернатор, предложениями. Вот Чурин говорит, смелые предложения, они все понятны. Во-первых, он сказал, что мы почему-то упираем... Во-первых, он сказал, что он почитал эти федеральные большие программы, которые нужно использовать. И нашел, что это полная фикция. Что касается образования, то точно. Второе, что он сказал, он сказал, что мы говорим о строительстве новых школ, мы говорим о строительстве новых детских садов, мы рапортуем, что вот шесть дано, еще четыре будет построено, обеспечим местами детей. Но почему-то ни родители, ни власти не говорят о том, а кто этих детей в руки-то примет. Потому что, как сказал Анатолий Михайлович, он сказал, что 150 человек не хватает персонала в детских садах. В городе Кирове. В городе Кирове. А еще будет открыто четыре. И тут вот я его поддержала, и меня интересует такой вопрос. Ты тоже родитель многократно. У нас выходит, родители справедливо требуют места в детских садах, но я ни разу не слышала требования, о высококвалифицированных специалистах в этих детских садах. И вот я себе представляю, как вы приводите своего трехлетнего ребенка, а еще ясельная группа откроется, вообще малышей, и кому вы их отдаете? Анатолий Михайлович говорил, что выпускницы школ, в конце концов, приходят на эти места. А бы кто-то поработал, потому что это еще мы про город Киров говорим, здесь еще более-менее с этим нормально, здесь хотя бы много школ, где есть выпускницы. Представь, как это обстоит в районах, кто работает с детьми в районах. Поэтому он совершенно верно заметил, что работают в этих зданиях люди, и если этим людям не обеспечивают достойную жизнь, так условно говоря, хотя бы на уровне какой-то средней по региону заработной платы, то они туда не придут и работать там не будут. Насчет как раз заработной платы учителей, я только что говорил, что сегодня исследование опубликовало реорейтинг, о том, что наша область на 66-м месте в России по оплате работников школ. Соответственно, кто же пойдет при таком уровне жизни работать в школу? Если совершенно случайно, у нас не любят говорить об истинных зарплатах педагогов, но иногда это проскакивает, прочитал сообщение с Амутнинского сайта, там на районной думе обсуждали вопрос о закрытии школы в поселке Шахровка, и говорят, вот школа, там работают 9 педагогов и 5 человек, обслуживающих персонал. У нее огромный фонд заработной платы 140 тысяч рублей. Я взял просто и разделил, мама моя, это меньше прожиточного минимума. При том, что надо полагать, что директор школы получает явно больше, видимо, заведующие учебной части тоже больше, возможно, кто-то из обслуживающих персонала меньше, но сколько же получает телема, мама моя. И кто на такую зарплату пойдет работать, человек, который квалифицирован, который нужен для того, чтобы ребенка воспитать, образовать, сделать человеком, он туда просто не пойдет. Поэтому я в этом отношении, конечно, Анатолий Михайлович полностью поддерживаю. Почему об этом не говорят ни родители, между прочим, ни власти? — Понимаешь, родители выходят на митинг тогда, когда им некуда деть своего дитя. Когда они его как-то уже пристроили, понимаешь, у них есть чем еще заняться. — А о безопасности своего дитя и его развития? — Вот, а о безопасности детей мы потом уже узнаем обычно, знаешь, вот из сообщений о том, что там сделали то-то с ребенком в одном детском садике, в другом сделали то-то с ребенком в такой-то там школе работает человек с пятью судимостями и так далее, понимаешь? Ну а где же, если взять другого человека, кто же пойдет работать на такую зарплату, кроме того, кто пять судимостей с плечами имеет, которого больше никуда не берут? Вот такая ситуация, она очень опасная. — Еще один вопрос, он совершенно не касается темы образования, о котором только что говорили, и зарплат, но точно касается экономики нашего региона. Министерство сельского хозяйства Пермского края предложило фирме, агрофирме «Доронич» построить в регионе молочную ферму. Такая новость вышла на сайте bnkirov.ru вчера, бизнес-новости. Пишут о том, что объявлен конкурс, еще двум компаниям предложено построить тоже мегафермы. И тут сразу вспоминаешь о программе «Миллион литров молока», который говорил… — Миллион тонн? — Я все время путаюсь в этих историях, там тонн, литров, чего еще, значит, в которой Игорь Васильев и анонсировал, и реализуется с его подачи в Кировской области. А Пермь, вот она, вот она, через границу, совсем рядом. Имея в виду, что еще Татарстан, молочный монстр рядом. — Монстр, и Удмуртия, молочный монстр. — Удмуртия нас, кстати, опережает по надуям на одну корову. — Все, кругом. Я ничего-то не поняла. Народ стал больше пить молока, что ли? Конкуренция-то, получается, растет. — Молоко — это очень быстро окупаемый сельхозвязательный продукт, довольно-таки надежный, понимаешь? — Буквально в прошлом году некуда было его продавать, цены рухнули. — Цены рухнули. А цены рухнули, знаешь почему? Потому что с такими выступлениями, что мы будем надаивать миллион тонн молока, нельзя выступать публично. Понимаешь? Вот любое такое сообщение на любом рынке конкурентам, оно сразу вырывает обвал цен. Понимаешь? Вот только объяви какая-нибудь страна, что мы в этом году повысим добычу нефти, тут же произойдет падение цен. То есть, собственно говоря, падение закупочных цен произошло потому, что ни с того ни с сего какая-то область взяла и сказала, а мы увеличим вдвое надои нашего молока. При том, что оснований для этого, в общем-то, не было. Потому что я несколько раз смотрел, мы до сих пор еще по нашему суммарному областному валовому надою не дошли до уровня 2003 года. Понимаешь? Не дошли. Потому что разрушить все было очень легко, а воссоздать у нас очень сложно. Более того, за то время, которое мы потеряли за эти 15 лет, да, мы просто потеряли в развитии нашего животноводства, соседи наши очень сильно подтянулись. И теперь этот рынок стал гораздо плотнее, чем был в свое время. Понимаешь? И то, что пермики, которые никогда не отличались высоким уровнем развития сельского хозяйства, решили на своей территории его развивать, это нам еще один сигнальчик, ребята, с нашим миллионом. У перми гораздо больше финансовых средств, чтобы это поддержать и развить. Вот от Арстана просто, я говорю, если они захотят, они через два года будут там 4 миллиона доить этого молока. Другое дело, что они реальные люди, они понимают, что этот объем никому ни зачем не нужен. Еще один вопрос, который меня в этой схеме очень, на самом деле, волнует. Кстати, Дороничи у нас же тоже эти мегафермы строят. Вот в Кировской области по миллиону тонн молока. Вопрос, который интересует. Он как раз связан с той фразой, которую ты озвучил, что в последние 15 лет убивалось практически это животноводство, не росло. Но все эти годы и сейчас сельским хозяйством в Кировской области заведует один и тот же человек, который, кстати говоря, не отличился в последнее время каким-то анализом, высказываниями и так далее. Господин Котличков, я его имею в виду, министр сельского хозяйства. Каждый год есть какая-нибудь хорошая фраза. Один и тот же. Либо это непогода в северных районах, либо, наоборот, это засуха в южных районах, либо что-то еще. Понимаешь, я считаю, что ему, конечно, давным-давно уже пора было этот пост оставить, но так как вот как раз наши главные, как мы сегодня говорили про ресурсных монстров, у нас есть аграрные монстры, которые в свое время привилегивы к власти, которые благодаря ему имеют множество привилегий при распределении государственных дотаций, они его держат на этом месте, они будут держать его до скончания века. И они сами, может быть, того не понимают, что это в конце концов ударит по ним. Так, и последняя новость под занавес. Давно таких не получали. В Кире полицейские получили информацию, что в районе кладбища у поселка Ганино размещены тайники с закладками, закладки с наркотиками, и за три дня задержали 30 человек тех, кто эти закладки пытался найти, ну, потому что купили, чаще через интернет в основном. Я вот такого всплеска какой-то массовой истории с наркотиками не помню с тех времен, как помнишь, на каждом столбе висели объявления с продажами каких-то, не помню уже, как шариков. Мы даже один раз делали тут такой эфир прямой с Володей Сметанином, и звонили по этому объявлению, и нам товарищ готов был прямо сюда в студию привезти вот эти спайсы, о которых тогда шла речь. Что происходит вообще? Ну, собственно говоря, в данном случае мы имеем в виду хорошую работу наших оперативников, которые получили информацию и оперативно на неё среагировали. Я не думаю, что это единственный случай, что только вот это кладбище используется для закладок. Довольно-таки много забавной информации, ну, как забавной, в том плане, что места вот этих закладок, они выбираются людьми очень так... Творческими. С чувством юмора, видимо, да, где-то подальше немножко от глаз. Это всё происходит. Кстати, вот здесь как раз речь идёт об амфетаминах, которые, кстати, Россия вышла... Скорость. Да, ну, это спиды амфетамины. Россия вышла в мире на первое место в употреблении как раз амфетаминов. И то, что они не дошли бы до Кировской области, это было бы странно довольно-таки. Вот. В данном случае мы имеем в виду только внешнюю, какую-то внешнюю часть айсберга. На самом деле, вот этот процесс, он идёт активно. И этой наркоты сейчас в области много. И самое страшное, что мы видим, ну, окей, там, на кладбищах тоже, судя по снимкам, несмотря на заотёртые глаза, всё равно это молодёжь в основном. Молодёжь, безусловно. И самое страшное, что эта история по-прежнему распространяется и очень активно сейчас распространяется в школах. Сообщения о том, что привлекаются учащиеся младших классов для вот этих вот закладок, они прям постоянно поступают. А очень циничные люди работают и правильно, может быть, с точки зрения их бизнеса делают. То есть в качестве курьеров используют школьников. Ну что, вот возьми эту сумку, отвези её там в район, да, к себе там в родной. Тебя же так же по пути на автобусе, да, тебя винтят. Тебя какая ответственность? Ты маленький, ты не знал, ты что, меня ты не назовёшь. То же самое и с закладками. То есть взрослые люди сейчас этим не занимаются, берут школьников. То есть в конце концов потеря бойца, там, если кого-то выловят, невелика. Ответственность тоже не самая страшная для маленьких ребяток. А маленькие идут активно, потому что им за это платят деньги. Ну вот ты очень трепетно всегда относишься к статистике и постоянно за ней следишь. Можно ли сказать, что это какая-то новая волна, вот там, нахлынула на Киров и Кировскую область? Или это всё в рамках регулярной погрешности? Видишь, дело в том, что вот эти данные по наркотикам, они идут уже обычно по факту задержания. Сколько на самом деле происходит? Есть какие-то там ориентировочные различные, я бы не стал им особо доверять, потому что они все очень-таки оценочные. Но я не думаю, что Кировская область как-то особо неблагополучна именно по наркоте в соседних регионах, даже по части задержания ситуации гораздо хуже. Ну вот это позитивное. Ну не сказал бы, что это позитивная новость, но тем не менее, да, вот в этой части Кировскую область можно назвать относительно благополучной. Спасибо. Это была программа «Особое мнение». Его сегодня высказывал главный редактор «Вятской особой газеты» Николай Голиков. У микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня и, возможно, кто-то ещё только приступил к трапезе. Приятного аппетита. Приятного аппетита. До свидания. Особое мнение на 101FM